МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как известно, даже в деловых поездках за счет бюджета Радий Фаритович не отказывает себе в маленьких и больших удовольствиях. И в этот раз, поехав в Москву на федеральный форум «Золотая осень», Хабиров решил поразвлечься на льду, поиграть в хоккей с командой братьев Ковальчуков, Интеррау, и, в общем, состоялся матч. Правда, в этот раз ничем хорошим этот матч не закончился, не в плане спортивных достижений, а в плане физического здоровья. Хабиров попал в переделку на льду. В итоге был отвезен на скорой помощи в ближайший госпиталь. Врачи констатировали травму в мениско, предстоит операция. В общем, вот так вот печально все получилось. Неизвестно, как этот инцидент повлияет на взаимоотношения республиканских властей и энергетического гиганта Интеррау, но известно, что под вопросом сейчас, конечно же, участия Радия Фаритовича во всех торжественных мероприятиях, намеченных на 11-12 октября. Я имею в виду открытие вот этого грандиозного памятника Менигалея Шеймуратову на Советской площади и прочее, прочее. Неизвестно также, вернется ли Хабиров из московской клиники или останется там лечиться и оперироваться. Очень надеемся, что медицинская помощь в московском госпитале будет осуществляться существенно лучше, чем в башкирских больницах. Например, лучше, чем в 21-й больнице, в которой в травмопункте отсутствует рентгенаппарат элементарный. Я уж не говорю про всякое КТ и МРТ. И несчастные травмированные в Уфе вынуждены ковылять через весь корпус на многие сотни метров до ближайшего рентгена. Также непонятно совершенно, по какой статье теперь пойдет Радий Фаритович в плане оплаты труда. Можно ли считать травму на льду производственной травмой, либо это бытовая травма. Ну, собственно, это, наверное, отразится на его больничном. В любом случае, мы желаем главе республики скорейшего выздоровления и возвращения к его непосредственным обязанностям. Тем более, что он нам клятвенно обещал теперь заниматься проблемами республики после того, как ему запретили выезд за рубеж и всякие полутуристические поездки в Иран и прочие дружественные страны. Так что вот такие вот печальные спортивные новости. Традиционно по субботам мы рассказываем о том, о чем вам никогда не расскажет БСТ. И начнем с того, что шикарный банкет в Стамбуле, о котором много писала пресса Башкирия, и на который не попал, Радий Фаритович, все из-за того же запрета на выезд за границу, этот банкет все-таки состоялся. 5,4 миллиона рублей были с удовольствием проедены и пропиты на берегу Босфора, ну, естественно, оставив традиционный процент прибыли в придворной ОООшечке под названием Таратау-сервис. Очень, кстати, любопытно, кто же там выгодоприобретатель в этом Таратау-сервисе, потому что эта ОООшечка поглотила столько много бюджетных денег, которые были выделены на всякие празднества и пиршества, что прям вот разбирает меня любопытство, кто же там выгодоприобретатель. Кстати говоря, некоторые чиновники Башкирии все-таки попали на берег Босфора и приняли участие в этом безумном пиршестве. Я говорю, например, о Маргарите Болчевой, которая по слухам все-таки присутствовала на этом мероприятии и осенила своим присутствием бизнесменов из Турции и Башкортостана. БСТ умолчит и о том, что в то время как по всей Башкирии с граждан и организацией добровольно-принудительно собирают деньги на покупку носков для мобилизованных, которых почему-то не может им выделить Министерство обороны, в это же самое время администрация Радио Хабирова закупает сувенирную продукцию, безделушки и всякие декоративные панно на сумму, превышающую аж 4 миллиона рублей. Ну, в принципе, могли бы купить 20 тысяч добротных пар носков или носок, как вам больше нравится, для тех же самых мобилизованных, но еще даже немножко бы осталось. И, конечно же, БСТ на этой неделе нам не расскажет о том, что жители и граждане города Салавата окончательно разочаровались в общественно-политической конструкции Российской Федерации. Я говорю о том, что на минувшей неделе была совершена попытка поджога офиса КПРФ в городе Салавате, сразу же вслед за тем, как в том же городе Салавате попытались сжечь офис партии «Единая Россия». Судя по всему, саловатцы решили избавиться от всех партийных организаций на территориях города. Непонятно, кто будет следующим. Возможно, это будет «Справедливая Россия», может быть, ЛДПР, я не знаю. Но уж точно знаю, что жители города очень обозлены на представителей парламентских партий. Светлый праздник 70-летия Владимира Путина прошел вчера в стране незаметно, так как и любит Владимир Владимирович. Он вообще не любитель отмечать свой день рождения пышно, никогда не устраивает никаких публичных мероприятий. Да и, в принципе, Владимир Владимирович не любит свой возраст, боится старости. Это очевидно и понятно. Но только не в Уфе. Башкирские власти ни с того ни с сего бросились соревноваться в том, кто глубже и слаще лизнет любимому лидеру. Ну и первым выгнулся дугой Ратмир Мавлеев. На здании администрации города Уфы появился внушительного размера баннер с поздравлением президента и цифрой 70. Сразу же, как только был смонтирован баннер, накануне этого торжества, около него была выставлена охрана, стоял наряд ГИБДД, который зорко следил за то, чтобы граждане не переусердствовали в поздравлениях к президенту. И Хабиров, хоть и дистанционно, но мгновенно ответил на этот вызов Ратмира Мавлеева. И в ночь с 6 на 7 октября, экстренно, в кромешной темноте, на фасаде центрального концертного зала Башкортостан, он же ДК «Нефтяник» на улице Ленина, был смонтирован абсолютно гигантский, максимально возможного размера баннер, на котором была цитата из высказывания Владимира Путина, ну и, собственно, баннер был самой поздравительной открыткой, которую подписал уже именно ради Хабиров. Охраняли этот гигантский баннер уже не просто парочка ГИБДДшников, а целое подразделение бойцов МВД. Видимо, все-таки опасения за то, что граждане могут действительно переусердствовать в своей любви к вождю, присутствовали у башкирских властей. Однако не все вот так однотипно поздравляли Владимира Путина с днем рождения. Например, в Мелиузе житель города поздравил Путина несколько в ином стиле, однако это не понравилось местной полиции, и она отказала сохранять парня с этой открыткой, а повинтила его и забрала в отделение полиции. После всей этой поздравительной вакханалии, о которой, собственно, никто не просил, остается два вопроса. Во-первых, за чей счет банкеты и по какой статье расходов будут списываться стоимости вот этих баннеров? Она, кстати говоря, весьма себе приличная. Особенно тот, что был воздвигнут на улице Ленина, тот тянет, пожалуй, на несколько сотен тысяч рублей. Ну и вопрос совершенно логический. Второй. Зачем столько охраны? Действительно есть опасения за то, что граждане осквернят светлый лик президента на улицах Уфы, при том, что по докладам наших статистических центров Российской Федерации поддержка президента в стране зашкаливает за 80%. В общем, тут что-то немножко не складывается. На минувшей неделе был взят под стражу и началось расследование в отношении начальника отдела подготовки и призыва Калининского и Рожженкинского военкоматов 54-летнего Константина Воропаева. Собственно, арестован был он и его жена по подозрению в соучастии в получении взятки по делу вот этих вот фиктивных военных билетов, которые попытались или получили, я уж точно не помню, игроки спортивных клубов «Салават Юлаев» и футбольного клуба «Уфа». Ну, супруга проходит как сообщница, либо подельница, я точно не знаю, следствие покажет. Она, видимо, останется под домашним арестом. А вот господин Воропаев на два месяца арестован судом. Ну, интересно, какова будет дальше судьба и каково будет наказание в отношении этого маздоимца из военкомата. Мы знаем, что хоккеистам досталось достаточно такое мягенькое наказание в виде штрафа в размере от 400 тысяч до 2 миллионов рублей, что, собственно, для них это просто недельку не бухать. Я имею в виду для их доходов. А вот как насчет возвращения истинной справедливости? Будет ли разжалован господин Воропаев и отправлен в окопы под Херсон? Будут ли отправлены на службу призванные вот эти хоккеисты и футболисты? Для меня пока непонятно. Ну, будем за этим наблюдать, посмотрим за их судьбой. Очень много вопросов у наших подписчиков о судьбе самого высокопоставленного добровольца, который собрался было пойти воевать специальную военную операцию, первого заместителя председателя правительства Республики Башкортостан, Азата Барданова. Ну, вот что известно на сегодняшний день из открытых и не очень источников о том, как идет подготовка к вступлению в боевые действия этого самого солдата Азата. Завершена примерка и подгонка элитного амундирования рядового Барданова, и он, по его словам, по крайней мере в социальных сетях, выдвинулся к месту слаживания. Почему-то это место боевого слаживания пройдет не как у всех, значит, там под Казанью, где-то там в Перми или еще хуже того, в Саратовской области. Почему-то солдат Азат будет проходить боевое слаживание на каком-то ином полигоне Росгвардии. При этом, буквально накануне вчера, когда солдат Азат рассказывал о своей подготовке на этом полигоне, его двойника, ну или, по крайней мере, человека поразительно на него похожего, видели и сфотографировали в одном из кофейных заведений города Уфы. Ну, так бывает. Иногда попадаются очень похожие люди, но здесь какое-то очень уж подозрительное совпадение. Тем не менее, по заявлению самого солдата Азата, на полигоне Росгвардии он будет находиться аж целый месяц, тогда как его товарищи по несчастью, призванные и мобилизованные, будут готовиться, судя по всему, не более двух недель, а некоторые уже попали на передовую в Херсонскую и Харьковскую области. Но, тем не менее, солдат Азат, видимо, пройдет добротную военную подготовку в течение целого месяца. Кроме всего прочего, этот самый солдат Азат вообще питает вполне себе амбициозные надежды и очень рассчитывает на карьерный рост, в том числе и в лоне родной армии. В результате тренировок на полигоне Росгвардии он хочет превратиться из рядового, который никогда не служил в армии, и который даже не прошел военную кафедру в ВУЗе, он хочет мгновенно превратиться в офицера. И причем рассчитывает на это только потому, что он обладает неким сакральным опытом управления людьми. Ну, видимо, это управление студентками, которыми он управлял в Москве, когда возглавлял вот эту ассоциацию студентов Башкортостана в Москве. Ну, управление студентками – дело, конечно, серьезное. И, конечно, человек, которыми поуправлял, наверное, может и армией командовать. Тем не менее, на фронте Азад-солдат намерен стать не просто офицером или рядовым бойцом, а он сразу хочет стать политруком батальона имени Шеймуратова, хотя, в принципе, наверное, ему подошла и должность зампотыла. Кстати говоря, о батальоне Шеймуратова печальные новости приходили к нам в конце минувшей недели. Я насчитал то ли 8, то ли 10 гробов, которые были привезены из зоны боевых действий специальной военной операции именно с бойцами-шеймуратовцами. Статистику никто не ведет. Издание Proof.ru внезапно стало писать почему-то о погибших жителей Татарстана, хотя, конечно, полезно было бы вести подсчет тех, о ком хотя бы официально заявляют власти республики Башкортостан. Мы у нас в Башкирии, здесь уже начинаем потихонечку привыкать за 4 года к тому, что практически все планы, обещания и прожекты ради Хабирова – это пустые звуки. Судя по всему, власти республики и сами начали это понимать. И решили на всякий случай переобещать то, что уже пообещали однажды. Я говорю о том, что в республике разработана некая региональная программа развития культуры аж до 2028 года. Эмпирический бюджет этой программы составляет аж 40,8 миллиарда рублей. Почему эмпирически? Потому что непонятно, каковы будут источники этой государственной программы, и пока о ней только заявлено. Но в рамках этой грандиозной программы нам переобещали заново ремонт государственного цирка уже до 2025 года. Обойдется он нам 2 миллиарда рублей. Ремонт русского драмтеатра до 2024 года – 1,9 миллиарда рублей. Ремонт театра «Кукол» до 2023 года. Он, кстати говоря, вроде как ни шатка, ни валка, но идет. И истратит на это почти 1 миллиард рублей. Итого вот на все эти три забавы идет 5 миллиардов рублей без малого. Куда будет потрачено еще почти 36 миллиардов, не поясняется. Видимо, на танцы, банкеты и всевозможные сувениры. И, кстати, куда подевались железобетонные договоренности дорогого Радио Фаритовича с федеральной компанией «Росцирк» о ремонте того самого пресловутого госцирка за 2 миллиарда рублей. Ведь Радио Фаритович прямо железно договорился. Приезжал тут какой-то важный дяденька в дорогом костюме из этого «Росцирка». Они там посидели с серьезным лицом, все, договорились, 2 миллиарда, говорит, дадим. И вдруг, бац, новая республиканская программа. Ну, в общем, вот эти обещалки-переобещалки у нас появляются. Я думаю, что сейчас это станет новой стилистикой республиканских властей. Потому что, как говорится, интернет все помнит. И мы начинаем уже вот по прошествии 4-х лет накапливать вот эти вот неисполненные обещания. Сейчас вот школу в старом Сибае припомним, да, которая уже неделю как должна быть открыта. Ну, много что есть вспомнить. Так что вот сейчас наступает этап переосмысления того, чего нам наврала вот эта вот команда Хабирова. Ну, и этап вопросов, а где же деньги ЗИН, как говорит Владимир Владимирович Путин. Помните, как Хабиров совсем недавно обещал нам, что зима и отопительный сезон в республике у нас точно будут лучше, чем в Европе. Ну, собственно, уже поступают первые отзывы на то, как вот он, в каком порядке нам обеспечивает вот это превосходство над Европой. И я позволю себе зачитать несколько сообщений, которые пришли на этот счет. Вот, например, Ирина Суханова нам пишет, что 3 октября отопления нет, но зато пришла квитанция за отопление в сентябре. Ну, все верно, Ирина. В Европе никому отопление в сентябре и в октябре не подключили, и никакой квитанции не прислали. Так что Европа рыдает, а вы должны радоваться. А вот Алина М пишет, что нашему дому второй раз доначислили плату за отопление аж в 2019 году. Ну, Алина, очевидно, что Европа зависливо заскулила, ей ничего не прислали ни за 2019, ни за 2021 год. Игорь Зрилов пишет, что в сентябре отопление было всего 6,5 часов, но пришел счет на обыкновенную квартиру аж на целых 7 тысяч рублей. Ну, Игорь, тоже надо радоваться, потому что в Европе в этой ситуации наверняка бы пришел счет на 7 тысяч евро. Но не пришел. Так что радуйтесь, Игорь. И вообще зреет у финцев подозрение, что мавлиевские клоуны-КВНщики вступили в некий сговор с компанией Баш-РТС, которая, кстати, принадлежит тем самым Ковальчукам, с которыми, кстати говоря, играл хоккей Хабиров. Так вот, они вступили в некий сговор, и мэрия дала команду на начало отопительного сезона именно за три дня до окончания календарного месяца, как подозревают уфинцы, для того, чтобы начислить 30% многоквартирных домов Уфы стоимость отопления по нормативу, то есть как за целый месяц. А это, знаете ли, огромные деньги. Ну, это пока, как говорится, не точно. Следствие покажет. Я надеюсь, что прокуратура заинтересуется именно вот этим вот странным совпадением, что именно за вот эти оставшиеся три дня включается отопление и начисляется плата за весь месяц. В общем, конечно, очевидно, что у нас будет все не просто лучше, но у нас будет сильно веселее, чем в Европе, как и обещал дорогой Радий Фаридович. В очередном опросе, который мы размещали в нашем телеграм-канале «Открытая политика», мы попытались выяснить отношение наших подписчиков к присоединению четырех новых регионов в состав Российской Федерации. Страна увеличилась почти на 5%, это вам не шутка. И вообще за последние 8 лет пять новых регионов из числа бывших осколков Украины присоединились к Российской Федерации. В общем, событие немаловажное. 85 регионов превратились в 89, и мы спросили наших подписчиков, как они к этому относятся. 3% наших подписчиков прагматично считают, что это очень выгодное приобретение. Ну, правда, судя по всему, пока безосновательно. 5% наших подписчиков безразличны к случившемуся, и их это не интересует. 6% из проголосовавших считают, что это великое благо и польза для Российской Федерации. 13% полагают, что вот эти вот приобретенные территории, это некий чемодан без ручки, то есть вещь, казалось бы, нужная, но абсолютно бесполезная. И подавляющее большинство ответивших на вопрос, 73%, полагают, что приобретение этих территорий обернется проблемами со всем миром для всей Российской Федерации и станет обузой для россиян. Всего в опросе поучаствовало рекордные 1200 с лишним человек. Это много для нашего телеграм-канала. Так что я призываю вас всех, тех, кто не подписан на телеграм-канал, подписываться. Там не только наши, все наши сюжеты, но еще и дополнительная информация, очень много интересных оперативно размещаемых постов. Так что подключайтесь, участвуйте, там можно обсуждать, если вы готовы соблюдать хотя бы правила приличия, если вы не отъявленный тролль из Единой России. Завтра, 9 октября в 21.00 у нас состоится традиционный стрим. Это будет 69-й стримы «Открытой политики». Так что обязательно подключайтесь, пообщаемся. Я постараюсь ответить на все вопросы, которые придут в течение этого часа общения. А те, кто желают, могут присылать вопросы заранее. Их лучше всего присылать в комментариях, под этим нашим сегодняшним видео. Я их обязательно все прочитаю, обязательно на них на все отвечу. Также я призываю вас ставить лайки нашему каналу и в процессе просмотра, и потом, и в любое время. Обязательно подписывайтесь на наш канал. А те, кто может себе это позволить, мы тех призываем помогать нашему каналу материально. Сделать это можно единственным способом. В каждом выпуске мы публикуем наш расчетный счет, а также он указан в комментарии, прикрепленном комментарии под каждым выпуском. За любую копейку мы вам благодарны, потому что именно на ваши пожертвования мы и существуем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok